Слава Богу! Сегодня, сидя здесь, я так размышлял с самого утра, еще дома, и Дух Святой направляет нас именно к одной такой теме, к одному, как сказать, такому Слову Своему. И я хотел бы, я тоже сегодня готовил одно из мест Священного Писания, и оно как-то сочетается со всем тем, что мы сегодня слышим. И я думаю, что сегодня нам нужно быть особенно внимательным, почему Бог сегодня хочет что-то сказать каждому из нас. И Он хочет что-то донести до нас. И уже очень много было сказано. И я буду читать то же Слово Божие, оно так же самое связано с этим, что мы уже слышали. И в пении, в свидетельстве, некоторые места, вот сестра вспоминала здесь, я тоже их готовил прочитать. И я вижу в этом, что Бог хочет, чтобы мы действительно чему-то научились. И первое место, которое я хочу сегодня прочитать, это всем известное место, которое говорил Иисус Христос, учил Своей проповеди. И Он говорил такое слово. Это 25 глава Евангелиста Матфея, с самого начала. Это очень известная притча, и они много говорили, и говорят, и я хотел бы ее напомнить нам. Иисус Христос говорил, что тогда подобно будет Царство Небесное. Он сравнивал это с тем, что будет. Иисус Христос говорил это притчами, но Он говорил о будущем, о том, что ожидает нас всех. Говорит, что Царство Небесное будет подобно десяти девам, которые вышли, взявшись светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них было, из них пять было мудрых, а пять неразумных. Неразумные, взявшись светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосуды свои. И когда жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик, «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те, поправились светильники свои, и неразумные же сказали мудрым, «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали, «Чтобы не случилась недостатка и у вас, и у нас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ, «Истину говорю вам, не знаю вас, и так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Последний стишок хочу повторить. «Итак бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Иногда мы думаем, что у нас еще достаточно времени. Мы еще успеем. И эта причина нам говорит о чем-то, о каком-то разделении, да? Что будет половина, пять мудрых, и пять будет немудрых, неразумных. И там были определенные особенности одних и других. И я думаю, что каждый из нас, читая эту притчу, он себя относит, наверное, к другим, да, к мудрым. Или кто-то себя относит к неразумным. И мы, читая это слово, мы условно можем поделить, да, вот это мудрые, вот это немудрые, неразумные. И мы можем отнести к кому-то, да? Вот это мудрые, это неразумные. И мы иногда делим. Нас иногда, может быть, где-то кто-то не выслушал или оскорбил. Может быть, что-то произошло, где-то обидели нас, и мы готовы уже делать какую-то оценку. Есть мудрые и есть неразумные. Действительно, Слово Божие, оно говорит, что такое есть. Иисус Христос говорит, этому будет подобно Царство Божие, что будут те и будут другие. И сегодня пели, друзья, очень прекрасный псалом. Я записал немножко. Спешите сделать что-нибудь хорошее во имя Господа, мои друзья. Когда? Пока есть время, пока не прекратились дни хорошие, да погожие. Пока есть время, мы должны его использовать. Это время мы должны использовать. И здесь говорится о том, в этой притче говорится о том, что было время в этих людей, было время в мудрых, было время в неразумных. Но как кто его использовал, это время, зависит от того, как люди ценили этим временем или не ценили. Это было время для чего-то. Это было время для того, чтобы что-то приобрести. Какой-то запас. Я думаю, старшие люди, которые жили там, в бывшем Советском Союзе, они помнят, что мы всегда на зиму делали запас. Помните, да? Картофель заготовляли в подвалы, погреба у нас были, мы заготовляли. И она хранилась всю зиму. Пшеницу заготовляли, кукурузу ходили по полям, собирали. Если кто помнит, да? Но здесь того нету, здесь комбайны другие, они не оставляют. Говорят, они неверующие, они не христианские комбайны, не оставляют ничего, все подбирают. Но там было, люди ходили, собирали. Собирали, насубировали, очень много запас делали. И сейчас здесь запасов мы таких не видим, чтобы вот делали надо запас, мы пошли в магазин, там уже запаслись. И мы покупаем, да? Мы покупаем. Но знаете, бывает такое время, что не все можно купить, когда ты хочешь. И здесь вот в этой притче именно об этом говорится, что пришел момент, когда это сильно нужно было, масло. Люди видят, что светильники уже не горят, они гаснут. И очень надо сильно этот запас, а его нету. Этот запас нужен, а его нету. И где его взять? Обращаются к соседям, говорят, ну, вы мудрые, вы запаслись, дайте нам воспользоваться вашим запасом. Оказывается, невозможно всегда воспользоваться запасом других. Иногда получается, что другие используют это время, используют его правильно, они запасаются. Во время благоприятное написано, что пользуйся благом. Во время благоприятное пользуйся благом, запасайся. А во время несчастья рассуждай. И я хочу еще некоторые места напомнить. Для нас одно из них это написано Луки. Здесь много, это очень много говорится об этом, но я некоторые только места прочитаю. Луки, это 6 глава. Один стишок, это 43. Нет доброго дерева, которое приносило бы худые плоды. И нет худого дерева, которое приносило бы плоды добрые. Такого не бывает. В природе такого не бывает. Нет доброго дерева, которое приносило бы плохие плоды. И нету плохого дерева, которое приносило бы добрые плоды. По плодам мы узнаем дерево, по плодам узнаем. и по плодам узнают нас. Узнают нас. И читаю дальше. 46 стишок и ниже. Что вы зовете меня, Господи, Господи, а не делайте то, что я говорю. Что вы зовете меня, Господи, Господи, а не делайте то, что я говорю. Это слова Иисуса Христа. Значит, люди говорили, Господи, Господи, они говорили, но не делали то, что Иисус Христос говорил. И дальше я читаю. Всякий, приходящий ко мне, и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом. Человек, который слушает Слово Божие и исполняет, он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построящему дом на земле, без основания. И который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома этого было великое. Слово Божие нам говорит, что Царство Божие подобно этому, подобно тому, как мы строим дом. Здесь, может быть, немножко по-другому строят, но я помню, когда мы строили дом на Украине, то, прежде всего, привезли большую кучу камней. Раньше фундамент делал из камней. Здесь бетонируют, заливают, формы ставят, бетонируют. Кто делает стройку, тот знает. Оно, конечно, исполняет ту же роль. Но раньше я сам еще участвовал в этом. Привезли большую груду камней. Пришлось копать траншею, выкопывать, прилагать труд, усилие, ложить эти камни, выбирать их, подбирать ложить, заливать их этим раствором, который связывает, и делать основание. Делать основание этому дому, которому мы строили. И здесь говорится об этом, что Царство Божие, оно подобно этому, когда человек строит дом. Он делает основание прежде всего. Он прежде всего должен сделать основание, потому что Он может сделать большой красивый дом и забыть об основании. И придет трудности, придут моменты, которые будут испытывать. Как мы слышали, сестра свидетельствовала. Придут эти моменты, и этот наш дом, Он может не выдержать. Он может не выдержать. Придет время, когда проверится запас нашего масла. Придет то время, когда придется нам вот этот запас нашего масла, на него, как сказать, надеяться, то есть на него опираться, на вот это основание. Братья и сестры, я сегодня хочу сказать о том, что мы имеем благоприятное время, и Дух Святой сегодня побуждает, и меня говорит это, и других братьев. Руслан говорил первым, в втором послании Петра, вторая глава говорит, то вы покажите в вашей вере, покажите что-то. И Иаков говорит, мы знаем это место, третья глава Иакова, когда он говорит такое слово, с 13 стишка, «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением, мудрою кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину, это не есть мудрость, сходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и сварливость, там не устройство, и все худое, но мудрость, сходящая свыше». Братья и сестры, это и есть качество мудрости Божьей, это и есть качество тех, которые ценятся, которые приносят нам уверенность и вот это положение, когда мы придем, и нужно было это масло, оно будет с нами. И здесь написано, мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Братья и сестры, многие говорят и толкуются, что же все-таки вот этот запас масла, что это масло является, чем оно является в нашей жизни, где его искать, где его покупать, это масло, чтобы когда придет жених и когда раздастся этот голос, встречайте, выходите, чтобы нам выйти, и наши светильники, они горели. Братья и сестры, где же это масло искать и где его покупать и чем за него платить, за это масло? Братья и сестры, и здесь Иаков, Он дает этот ответ. Он дает этот ответ, что это мудрость, сходящая свыше. Вот это ее качество. Она мирна, скромна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Братья и сестры, это и есть запас нашего масла. Это и есть этот запас, который сегодня мы должны собирать его. Чтобы, когда придет время, и нам нужно было, чтобы наш светильник горел, чтобы в тот ответственный момент он не начал мигать, чтобы он не начал тухнуть. Именно в тот момент, когда очень сильно надо, когда тьма вокруг, когда нужно, чтобы наш светильник горел, и он гаснет. У вас бывало такое? Вот сильно темно, и вот батарейка уже садится, фонарики или в телефоне вашем, вам это больше понятно. Когда она садится, и очень важный момент, и оно все прерывается. Братья и сестры, сегодня есть то время благоприятное, когда мы должны запастись вот этим маслом, когда мы должны запастись тем, что сегодня необходимо. И Иисус Христос говорил, это уже слово было напомнено здесь, это уже 7 глава Матвея, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Братья и сестры, иногда люди успокаивают себя, я прихожу в служение, в воскресенье, я молюсь, я вместе со всеми пою, что вы еще от меня требуете, что я еще, я деньги даю, я жертвую. Слово Божие говорит, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». Я сегодня это говорю для того, чтобы мы оценили временем, чтобы мы оценили тем данным временем, которое Бог сегодня дает нам, проверили себя, чтобы я сегодня проверил себя и каждый из нас, проверил запас свой, чем я сегодня запасаюсь, время благоприятное. Я знаю, что мы живем в плоти, я знаю, что мы живем, и мы нуждаемся, мы нуждаемся в материальном, мы нуждаемся в деньгах, мы нуждаемся во всем этом, в домах наших, во всем. Но, братья и сестры, есть что-то важное, а есть что-то особо важное в жизни нашей. И особо важное то, чтобы среди всей этой суеты, среди всего этого, как сказать, бизнеса, среди нашей вот этой busy life, чтобы нам не потерять главное, с нашей, как бы с нашего внимания, главное запастись тем, что ценные, что сегодня очень важные. Мы можем иметь благополучие в этой жизни, мы можем иметь все в этой жизни, но, когда придет важный момент, чтобы нам не услышать вот эти слова, которые сказал Иисус Христос, что не всякий, говорящий мне, «Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Своего Небесного». Именно тот, который строит дом, который углубился, который прилагает усилия, братья и сестры, что это означает? Мы должны углубиться. Это означает то, что мы должны поставить основание на Божьем Слове, что наша жизнь, она должна строиться на Божьем Слове. Мы должны сделать усилие, то есть прилагать усилие, углубиться, углубиться в Божьем Слове, чтобы поставить свое строение на прочном основании Божьего Слова. Если мы в него вникаем, если мы постоянно занимаемся, апостол Павел давал совет Тимофею, говорит, вникай в себя и в учение, в себя и в учение и занимайся этим как? Постоянно, постоянно, постоянно. Братья, дорогие, сестры, если мы сегодня постоянно занимаемся этим, если Слово Божие, оно в нашей жизни, то тогда мы можем смело отнести себя к этим мудрым девам, которые в благоприятное время использовали это время, запасались маслом. Интересно, вроде бы и те, и другие были как-то рядом, да? Они как-то были рядом. И в тех, и в других были светильники, и в тех, и в других было какое-то масло, но пришло время, не было запаса. Запаса не было. и это оказалось роковым моментом в их жизни. Написано, они, да, они, может быть, схватились, да, надо делать, надо, надо запастись, надо что-то делать. Иногда люди проживут всю свою жизнь и говорят, старости, мы это сделаем. Приходит момент, когда уже времени нету, времени нету, чтобы запастись. Написано, во время благоприятное пользуйся благом. Во время благоприятное запасайся. Во время благоприятное углубляйся. Во время благоприятное читай Божье Слово. Во время благоприятное ищи общение с Богом. Во время благоприятное научись молиться. Научись иметь общение с твоим Богом. Во время благоприятное потому что приходят трудные моменты, если страна нам свидетельствовала, приходят трудные моменты, когда иногда мы надеемся, что, а что такого? Для меня хватит пять минут покаяться. Братья и сестры, если Бог их даст. Если Бог их даст. Но пускай Бог поможет, чтобы нам в благоприятное время нам запасаться. Еще читаю одно место. Мы будем идти к молитве. Время так быстро ушло. И апостол Павел пишет Тимофею «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Знай, что в последние дни придут тяжелые времена». Это третья глава второго послания Тимофея. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорные, неблагодарные, нечестивые, недружелюбные, непримирительные, клеветники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые». И дальше интересное место, имеющее вид благочестия, а силы его отрекшиеся. И что апостол Павел говорит? «Таких удаляйся, таких удаляйся, это неразумные, это те, которые не мудрые, это те, которые не запаслись маслом». И дальше он говорит, «А ты последовал мне в учении, в житии, в расположении, в вере, в великодушии, в любви, в терпении, в гонениях, в страданиях, постигших меня в Антиохии, иконе, в листрах, каковы гонения перенес я, и от всех избавил меня Господь. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Это говорит Слово Божие. Апостол Павел это пережил. Он пережил это, что когда он старается делать и жить благочестиво жизнью, почему-то гонения постигают его. И дальше он дает совет Тимофею. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верно, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою в Христа Иисуса. Все Писание Бога вдохновлено и полезно для научения для обличения, для исправления, для наставления праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Слава Богу! Братья и сестры, да благословит каждого из нас Господь! Сегодня, когда Бог дает нам это прекрасное время, время благоприятное, и Дух Святой Он работает над нами, Он торопит нас, Он говорит нам, что мы должны что-то делать. В это благоприятное время мы должны что-то делать, мы должны ценить этим временем благоприятным, мы должны запасаться, мы должны что-то делать, прилагать усилия, чтобы в нашей жизни этот день, который Он обязательно придет, Он не застал нас внезапно, Он не застал нас немудрыми, чтобы этот день Он пришел, и чтобы мы с радостью встретили Его, как апостол Павел говорит, я течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, и не только мне, но всем возлюбившим явление Его. Да благослит Господь! Мы будем молиться, мы будем нуждаться в том, чтобы Господь благослит нас. Можно еще много говорить. Один только момент вспомню. Помните, когда было такое, это пишется в Исаии, я думаю, это 33 глава, если я не ошибаюсь, где говорится о, Исаия описывает, 38 глава, извиняюсь, говорится об царе языке, когда он заболел смертельною болезнью, и Бог послал уже к нему пророка, Исаию, сына Амосова, послал к нему и говорит, что ты заболел, и от этой болезни ты не поднимешься, ты умрешь, сделай завещание дому твоему, и что он сделал? Написано, он услышал это, он был еще молодым человеком, он был в средних летах, от point и он отвратился к стене и начал обращаться к Богу, и говорит, Господи, вспомни, что я ходил пред Тобою с преданным Тебе сердцем, вспомни, вспомни, что я жил для Тебя, вспомни, что я ходил для Тебя, вспомни, что я Израиля обращал к Господу, вспомни, я ходил перед Тобою с преданным сердцем. И написано, он сильно заплакал. И Господь обратил на это внимание. Он обратил внимание и говорит, я вижу твои слезы, я вижу тебя. И вот я к дням твоим прибавляю 15 лет. Братья и сестры, если нам сегодня есть, что вспомнить, слава Богу, но если мы не можем сказать, Господи, вспомни, я ходил, я служил, я делал то, что я мог делать, во время благоприятное, я делал то, что ты повелевал. Братья и сестры, если нам нечего вспомнить, нам нужно, может быть, сегодня что-то поменять, может быть, нужно покаяться, может быть, нужно что-то сделать. Братья и сестры, да благословит нас Господь. Мы будем идти к молитве, но пускай Бог сегодня каждому из нас скажет, дорожи этим временем, дорожи тем временем, который Бог дал тебе. Используй его правильно. Используй его для того, чтобы получить, чтобы приобрести какой-то запас своей жизни, чтобы, когда придет время твоей встречи с Иисусом Христом, когда придет трудное время, ты можешь сказать, «Господи, вспомни, я служил Тебе, я не был идеальным, но я старался, я прилагал старания, я копал, я углублялся, я делал основание для себя, для семьи своей, для детей своих, это твердое основание». Да благословит Господь каждому из нас, чтобы это основание, оно было твердым в нашей жизни, и чтобы нам действительно делать запас во время благоприятное. И когда придет Христос, когда придет это время, нам не постыдиться, нам встретить Его, поправить свои светильники, и сказать, «Господи, гряди!» Мы готовы. Да благословит Господь! Мы склоняемся и молимся Богу. И если нам нужно что-то сказать Господу, скажите сегодня. Он сегодня близок к нам. Да благословит Господь! Боже, я молю Тебя за каждого дельности, да придет Твоя благодать, да придет Твоя милость, Господи, и рука Твоя, да будет над каждым, Боже, говори сегодня к нашим сердцам. Я благодарю Тебя за Твое слово, которое сегодня звучало, в этом общении, в этом служении, Боже, через пение, через свидетельство, через Твое слово. Я молю Тебя, благослови сегодня наши сердца. Благослови, чтобы нам, Господи, проверяли себя, Господи, испытывать себя и проверять, Господи, благослови и приготовь каждого дельности, Боже, Духом Твоим святым. Ты производи эту работу в наших сердцах, приготовления, Боже, ибо время, время, оно последнее, и оно так быстро улетает, Боже. Помоги нам ценить этим временем, которое Ты даешь нам. Благослови, благослови сегодня каждого дельности, нас и детей наших, Боже. Сохрани нас в это последнее трудное, лукавое время, Господи, чтобы нам, Господи, сохранить верность Тебе и делать то, что Ты сегодня хочешь, Господи, чтобы мы совершали в жизни нашей. Благослови, да будет имя Твое благословенно.